Всем привет! Меня зовут Джина и добро пожаловать на мой канал, где я рассказываю о жизни нашей интернациональной семьи в Южной Корее. Сегодня у нас знаменательный день, мини-юбилей. Нашему сыну исполнился месяц. Наш младший третий сынок лежит сейчас, спит в своей новой кляске. Не могу поверить, что этот месяц так быстро пролетел, и все было бы отлично, если бы он не приболел. Два дня назад он простыл, мы с ним вчера ходили в больницу на прием, нам сказали прийти еще сегодня. Мы пришли, но сегодня, так как суббота, в больнице работает не с 8 утра, а с 9. И мы пришли к 8, поэтому сейчас ждем еще целый час до открытия, и вот я думаю, что бы поделать. Возможно, куда-нибудь зайдем, но сейчас так рано, возможно, даже ничего и не открыто. Ну, давайте с вами посмотрим, проходим, возможно, что-нибудь и найдем, потому что на улице невыносимая жара, просто стоять на жаре тоже не хочется. Рядом с больницей особо нет места, куда можно было пойти, особенно так рано. Сейчас идем в кофейню, возьмем кофе на вынос, почему? Потому что там слишком мало места, с коляской мы туда точно не заедем. И, кстати, коляску мы поменяли на точно такую же, как у нас была до этого, у нас была фиолетовая, а сейчас у нас серая, так жестокая. Почему-то меняли, потому что старая коляска, она покрылась плесенью в сезон дождей, а стояла она все это время у нас в подъезде. Брали коляску на местном сайте Авито, хоть она была, но отличного качества. Если я не ошибаюсь, это будет моя первая чашка кофе после родов. Наконец-то я дорвалась, вы не представляете, как я хотела кофе. Во время беременности меня, наоборот, тошнило от кофе, я не могла кофе много пить. Вот, выпью чашку кофе, и потом мне еще несколько часов плохо, прям изжог, это что-то. Ну, а сейчас это все, наконец-то, прошло, и мне прям хочется холодненького кофе. Представляете, я уже забыла, какими огромными стаканами здесь продают кофе. Я взяла себя из американо, здесь, наверное, литр и меньше, но за то самое то, в такую вот жару. Мы уже в больнице, пришли за полчаса до начала приема, здание открыли, и вот люди, которые пришли, чтобы записаться раньше, так как онлайн, записаться на прием, к сожалению, нельзя. В субботу очень много людей, обычно бывает, поэтому мы тоже пришли пораньше. Прошло буквально полчаса, людей у нас сейчас очень много, хорошо, что мы пришли заранее. Я вообще время перепутала, поэтому мы не пришли от экрана. Обычно мы приходим в 9-10 утра, людей очень много, мы в 3 часа можем просить и прождать очередь. Когда я пришла, я думала, кто эти все люди рядом с зданием ждали. Оказывается, все пришли в поликлинику, некоторые даже пришли за них в очередь. Для кого-то, а детей еще не было, потому что все были только взрослые, в основном. Я что, мы выписали лекарства на два дня. В понедельник снова придем к Ленину на прием. Сейчас домой, к старшим деткам. Муж выедет на работу, а я останусь одна с 3-мя детям. Сейчас мы пришли в пекарню, хочу купить тортик в честь месяца Иджуна. Конечно, он не сможет поесть, но зато старшие дети смогут. Мы уже дома, хотела показать вам тортик поближе. Выглядит он, конечно, аппетитно. Надеюсь, что он на самом деле будет вкусным. Ели, как всегда, не хочет его отпускать. Скажи пока-пока. Ель, папа. Бай-бай, папа, бай-бай. Ера, ну ты же с мамой остаешься. Сына. Елька. Мамин. 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 Ты же с мамой остаешься. Мамин. 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 Ты что, маму бьешь? Да. Маму больно. Мамин. 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 Побил, пожалел. Ты же тоже, Ларечка? Ты же тоже хочешь к Ларечке? Замучи ее Забадаю, забадаю Забадаю, забадаю Убегай Забадаю, забадаю Вот так вот мы играем Тебя забадать? Забадаю, забадаю 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 Варю детям пельмешки Некоторые разварились уже Некоторые не сварились сегодня не получились некрасивые ну да ладно зато вкусно ну что то у меня дети просто зайки я сейчас и джинчика кормлю вот это у меня кушает а и он кормит и еле вот что значит старший брат помогает мне мои сладкие а ты прям ломай их ничего страшного ломай ломай на маленькие кусочки чтобы в рот поместилось да 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 ты тоже кушай сына твоя тарелка на столе ну ты покорми его сайт заешь он помощник и вместе приятного аппетита кто у нас тут а сынок спать ложишься да поместился еще в эту люльку во весь рост уберу уберу ложись укрыть тебя до ложись я тебя укрою ложись я тебя укрою ой ты мамина лялечка ты мамина маленькая лялечка мой элька мамин сынок ель ты мамина ляля да да а вот еще мамина ляля да у меня две лялечки да а там еще третья лялечка мамин сладкий самое сложное для меня это уложить детей на дневной сон одновременно они у меня погодки у них разница ровно один год и девять месяцев сначала я укладываю младшего и джона потом вышла с елем на улицу носила его на спине пока он не уснул и смогла это сделать благодаря функции на телефоне радио няня на айфоне да есть такая функция она очень выручает я подключаю наушники сначала к телефону включая функцию радио няни кладу телефон в кроватку чтобы можно было все слышать и я слышу даже больше слышу даже как и он смотрит свои мультики вообще что происходит во всем доме очень удобно не нужно покупать никакую там радио няню дополнительно хотя в будущем я планирую купить камеру чтобы можно было с телефона наблюдать все что происходит если допустим я мою посуду или принимаю душ чтобы видеть что делает и джон пока меня нет рядом я думаю что это очень полезная вещь а она 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 И Джун срыгнул на меня Придется переодеваться и так Каждый день по несколько раз Каждый день я стираю одежду Потому что И Джун На меня срыгивает Честно, я уже считаю минуты, часы, секунды до возвращения мужа с работы Я у него спросила, когда он появился, сказал, что сегодня не будет задерживаться И все, пускай он сам с этим разбирается, я не хочу, я умываю руки Вчера заказали молоко для Эля и сегодня его уже доставили Оно специальное детское, идет от года до двух лет Я хотела оставить, я хотела оставить это на мужа, чтобы он все сам разобрал, но почему же я это делаю, сама не знаю Давай-давай-давай Молодец Пополняем запаси Илькиного маяка Наш папа вернулся с работы Иль 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 Занимается Это секси и якуши, папа, другое Это что ты покупаешь Это что ты покупаешь И И Дуль 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 И И Это что ты покупаешь И И И И И И Это что, ты покупаешь И И И Это что, ты過 Антимат Это что, ты цвет В 5 5 5 5 ошиб 5 dau 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 Джонечек проснулся, я его покормила. Устанула дальше, спит. Их, смотрите, улыбается. Какой хорошенький мой, сладкий. Дети старше еще не спят, их будут укладывать в муж. Он специально закрыл дверь в нашу комнату, чтобы я не захотела. А когда дети уснут, мы тоже будем спать. Потому что я для себя усвоила важный урок. Когда дети спят, спи. Потом такой возможности не будет. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся с вами в следующем видео. До скорых встреч.